добрый день давайте начнем меня зовут андрей лебедев и сегодня у нас будет вебинар посвященный проблеме полуфабрикатов в конфигурации 1с ERP значит вебинар у нас будет крутиться вокруг демо базы в которой мы будем смотреть как это вообще все работает вот прежде чем мы перейдем в демо базе значит один технический момент чтобы лучше было видно обратите внимание у нас опять новшество в интерфейсе и здесь есть вот такая особенность вы можете первую область в которой будет демонстрация расширить вот разделительная полоса между областью 1 и там списком чатом вот ее можно значит вправо сдвинуть вот и тогда видно будет получше мышкой берете и границу сдвигаете вправо ну вот такая вот технический момент значит во всем остальном у нас будет без особенностей я буду что-то рассказывать что-то показывать вы пожалуйста задавайте вопросы вот по мере возможности я буду смотреть о чем вы спрашиваете что-то постараюсь показать в процессе если что-то не получится но тогда значит самом конце еще раз к этим вопросам вернемся и так давайте я включу трансляцию запущена демо база есть изображение да все хорошо но ладно значит смотрите первое что я хочу вам сказать что такое полуфабрикат я надеюсь никому объяснять не надо да значит первая проблема с которым мы с вами сталкиваемся собственно говоря 1s rp и вообще не оперирует если речь идет о номенклатуре 1s rp вообще не оперирует понятием полуфабрикат и и если мы с возьмем и откроем номенклатурный справочник откроем любую номенклатурную позицию неважно какую мы строго говоря не увидим здесь такого понятия как полуфабрикат если речь идет о чем-то материальным то это товар и именно так и будет написано и материалы и полуфабрикаты и готовая продукция это все с точки зрения оперативного контура и rp это все товар определенное различие вы можете увидеть в том случае если будете использовать группу финансового учета вот в группе финансового учета да действительно можно выбрать какие-то позиции на которых написаны материалы вот есть позиция полуфабрикаты там есть готовая продукция но если мы попробуем посмотреть что вообще закладывается в это понятие то мы увидим что здесь речь идет о бухгалтерских счетах учета то есть мы по сути дела для отдельно взятой номенклатурной позиции с помощью этой настройки определяем то как она будет отражаться учете регламентированным там естественно это различие есть вот но это не совсем то что нас интересует сейчас поскольку мы с вами остаемся в рамках оперативного контра где вы вообще впервые сталкиваетесь с понятием полуфабрикат мы сейчас находимся в номенклатуре да еще простите забыл сказать одну вещь естественно вам никто не мешает взять и в иерархии создать какую-то группу полуфабрикаты вот в эту группу отнести какие-то номенклатурные позиции но вы я думаю знаете что группа номенклатуры это вообще понятие такое достаточно условное она жестко к номенклатурной позиции не привязана одну номенклатурную позицию можно перенести в другую группу от этого совершенно ничего не изменится а вот в плане учета программа такие действия не блокирует вот по сути дела иерархия номенклатуры группа номенклатуры это просто некая иерархия общего списка и более того давайте я вернусь навигации по видам и свойствам а вот и сейчас мы видим номенклатурные позиции с вами которые собственно говоря я создал для того чтобы показать вам какой-то пример как раз связаны с полуфабрикатом то есть у нас есть готовая продукция стол деревянные стол деревянные собирается из основания из столешницы это соответственно будут полуфабрикаты столешница выпускается основание соответственно собирается из ножек и царка это такие детальки горизонтальные вот и соответственно ножки и царди они как и столешница изготавливаются из древесины древесина у нас соответственно материал теперь вот то что я вам сейчас сказал давайте перенесем в какие-то нс программы собственно говоря я это уже сделал вот мы просто посмотрим как это выглядит так посмотрим что у нас происходит так вопрос пока нет здесь а какого здесь ну наверное всем понятно как о манесе должна идти речь это ресурсная спецификация опять эти ресурсные спецификации я уже сделал давайте значит всех и запустим вот и начнем мы с конца то есть собственно состава стол у нас собирается из двух частей столешницы основания стола и вот здесь да мы как раз можем увидеть возможность указать что вот это вот две детальки столешницы основания что они являются полуфабрикаты статьи калькуляции мы можем это сделать значит вот у нас здесь полуфабрикаты но значит вот статья калькуляции она опять нам мало что повлияет статья калькуляции по сути дела используется только в анализе себестоимости она позволяет карты себестоимость классифицировать придать ей какую-то структуру не более того то есть поставить мы сюда можем все что угодно но опять-таки от этого мало что поменяется а вот колонка рядом это как раз то о чем идет речь давайте посмотрим давайте посмотрим повнимательнее что здесь у нас присутствует ну вот первые две два пункта обеспечивать обеспечивать обособленно это эти пункты подразумевают в общем случае что речь идет о материале это тоже не совсем так давайте начнем потихонечку это входить и так значит если написано обеспечивать то предполагается что в ходе в производство вот эти тмц они будут просто браться со складом а вот если мы выберем произвести если мы выберем произвести вот в этом случае мы как раз и указываем что речь у нас будет идти о полуфабрикате я могу показать программе явным образом что мы будем использовать в данном случае это столешница здесь у нас будет то же самое произвести основание стола так вот то есть мы вот сейчас явно в ресурсной спецификации задали что речь идет о полуфабрикате давайте я установлю статус действует спецификация столешница должна быть действующей и тоже самая оговорка для спецификации основания стола значит на что здесь ругается программа программа здесь ругается на то что мы ссылаемся с вами на спецификацию которую еще не включили я пошел сейчас не совсем корректным путем я начал собирать с конечной продукции но программа требует чтобы я начал с исходных позиций то есть сначала я должен создать и запустить в работу столешницу здесь столешница производится из-за древесины древесина это материал соответственно здесь вполне резонно оставить обеспечивать и поставлю статью калькуляции материала основные установлю статус действует та же самая работа должна быть проделана для основания стола но сейчас утверждать основание стола смысла особого нет потому что там программа будет ругаться на то что ножка и царга тоже у нас не утверждены спецификации не запущены в работу значит но здесь все достаточно просто у нас тоже идет материал указываю статью калькуляции то же самое делаю для царги здесь есть еще одна один нюансик который надо учитывать поскольку процесс достаточно близкий и ну мы наверное вправе предположить что количество ножек и количество царг они как-то будут соответствовать друг другу ну тут есть смысл конечно запихнуть это все в единую ресурсную спецификацию да у нас ресурсная спецификация может быть завязана сразу на перечень номенклатуры но поскольку я уже сделал отдельные мы менять это не будем это сейчас для нас не принципиально значит теперь когда у нас есть спецификации на ножку стола и царгу мы можем создать спецификацию на основание стола здесь у нас будет произвести по спецификации ножка стола и произвести по спецификации царга кстати обратите внимание что сейчас у меня программа не запрашивают статью калькуляции если мы поставили произвести по спецификации то надо обязательно то программа сама здесь поставить статью калькуляции плохо брикат производимые в процессе так давайте запускаем основание стола у нас есть ресурсная спецификация спецификация и стол деревянный теперь значит у меня все все значит ресурсная спецификация мы с вами сделали что мы с вами сделаем дальше давайте мы с вами посмотрим как это ресурсная спецификация будет работать что мы для этого сделаем все очень просто мы с вами запустим производство создадим заказы на заказ на производство так на организации орион подразделение какой-то поставим добавим стол деревянный но предположим 10 штук получатель на какой-то склад давайте мы с вами выпустим вот основной склад у нас есть в принципе сейчас для нас это не сильно важно так выпуск началу начать не ранее желаемая дата выпуска поставим 12 суть ваша ресурсная спецификация у нас проставилась к производству проводим и закрываем так идем в управление очередью заказов вот он наш заказ я его только что сделал и что мы делаем формируем этапы производства значит этап у нас формировались обратите внимание что программа зафиксировала какие-то ошибки вот и мы сейчас с вами с этими ошибками должны разобраться мы переходим в диспетчирование этапов и первое на что мы обращаем внимание количество этапов которые программа нам сформировала у нас идет пять этапов у нас идет пять этапов и вы видите уже по названию этапа что программа использовала те ссылочки которые у нас были в ресурсной спецификации и для всех тмц которые должны быть произведены в процессе она задала соответственно этапы производства причем правильном правильной последовательности то есть сначала будут изготовлены изготовлены то что изготавливается из древесины потом будет изготовлена основание и потом будет произведена сборка стола вот значит вот это вот первый способ с помощью которого мы с вами можем оперировать полуфабрикат здесь есть несколько особенностей которые мы сейчас тоже с вами посмотрим давайте я посмотрю вот так меню не видно двумя пунктами не видно выбора трансляция не показывает всплывающих окна сразу не увидел значит помпомпом хорошо давайте я попробую еще раз вам показать как это выглядит Вот что, ресурсная спецификация. Ну вот, ножка стала, давайте посмотрим с вами. Так, вот сейчас всплывающее окно, способ получения материала у вас появилось или нет? Нет окна. Так, хорошо, что же делать-то? Хорошо. Ну вот, собственно говоря, по-моему, единственное всплывающее окно, которое было. Обеспечивать, обеспечивать обособленно. Если производим, то тогда мы здесь можем указать ресурсную спецификацию. Так, ну я сейчас уже ничего менять не буду. Так. Вернемся к диспетчированию этапов. А вот, зайдем в этап и давайте с вами посмотрим, какая тут появляется особенность. Так, здесь вроде нормально. Здесь. А вот здесь проблема. Значит, смотрите. Склада нет. Склад программа не указывает. Значит, с этим надо что-то делать. Что именно я сейчас вам объясню. Так, дальше. Выпуск. Значит, вот выпуск, выпуск. Я хочу обратить ваше внимание на следующее. Обратите внимание, что выпуск в этой схеме происходит у нас под назначением. Под назначение. То есть, что это означает? Это означает, что программа явным образом фиксирует, что ножка, вот эти вот 40 ножек, они выпущены не просто так. 40 ножек. Они выпущены для использования на конкретном этапе. То есть, взять их и использовать куда-то еще, там, не знаю, продать, переместить на другой склад у вас не получится. То есть, ну, это можно, конечно, сделать, но там надо будет делать какие-то телодвижения особые. Значит, в принципе, программа исходит из того, что жестко работает тянущая система. У нас есть готовая продукция. Мы планируем ее выпуск. Все остальное подвязывается под эту готовую продукцию. Потребность в конечной точке приводит к тому, что у нас вся эта потребность разворачивается по всей цепочке, которую мы с вами запрограммировали, создав ресурсные спецификации. Но также обращаю ваше внимание, что получателя, а это в данном случае тоже склад. Видите, здесь написано на склад. Получатель у нас тоже не установлен. То есть, программа не знает, кто является получателем. И, соответственно, программа не может заполнить вот эту вот графу. И на самом деле, вот этот вот получатель – это очень важное понятие. Давайте мы с вами разберемся с получателем, поскольку вот та настройка, которая связана с получателем, со складом на вот этой вот закладке – это настройка, которая тоже имеет определенное отношение к полуфабрикатам. Что это за настройка? Так, давайте посмотрю, что делается. Значит, Денис, в данном случае выпуск полуфабрикатов под назначение нигде не настраивается. Он автоматически под назначение идет. Потому что у нас тянущая схема и программа выпуск запланировала сама. Вот. То есть, это всегда так будет. Значит, ну, замена – это отдельная история. Если вы имеете в виду разрешение на замены, это относится в первую очередь к материалам. Да, такая функциональность в программе есть, но она как бы с нашей тематикой сейчас не очень связана. Так, значит, и еще один момент, Денис, раз вы задали такой вопрос, давайте я покажу вам еще одну тонкость. Значит, смотрите, я вернусь к заказу на производство, я его открою и, вот, смотрите, мы изначально производить стол деревянный можем под конкретное назначение. То есть, мы можем делать производство под конкретный заказ клиента. В этом случае, ну, назначение, оно как бы может наследоваться. Вот. Но это опять-таки отдельная история. В данном случае я просто хотел вам показать, что если мы вот таким образом формируем полуфабрикаты, то программа будет жестко выстраивать вот всю эту последовательность производства, фиксируя то, что полуфабрикаты выпускаются только под, значит, конкретный заказ на производство, и уводить их куда-то на сторону нельзя. Так, значит, так вот. Чтобы разобраться со складами, чтобы разобраться со складами, что именно мы должны с вами сделать? Мы с вами пойдем в раздел склад и доставка непроизводства. Склад и доставка. И здесь у нас есть две очень важные настройки. Это способы обеспечения потребностей и схемы обеспечения. Значит, что такое способ обеспечения потребностей? Мы с вами быстренько сейчас зададим свои. Нам, по сути дела, потребуется только два способа. И вообще, ВРП способов пять по типам может быть. То есть мы можем то, что нам потребуется купить, переместить с другого склада, собрать, разобрать, произвести. Вот это вот первый вариант будет. И у нас будет способ обеспечения собственное производство. Вот мы будем использовать вот это вот подразделение. Все, здесь больше ничего не нужно. Тут есть, конечно, много важных настроек, но об этом речь шла на других вебинарах. Сейчас мы в управление запасом не будем погружаться. И второе, второй способ, это будет покупка для материала. У нас способом обеспечения будет покупка, неважно у кого, в принципе-то. Вот хотя бы, предположим, с вот этим вот поставщиком мы будем работать. Так, покупка. Вот. Все, тут тоже, в общем-то, ничего особого больше не нужно. Единственное, что можно заполнить вот эти вот настроечки, но они как-то просто облегчают формирование заказов и не более того. Значит, вот то, что касается способов. Схема обеспечения потребностей. Это как бы такие наборы способов обеспечения применительно к конкретным складам. Значит, давайте я с вами сейчас создам схему обеспечения готовой продукции. И я еще создам схему обеспечения полуфабриката. Особенность схемы обеспечения состоит в том, что здесь есть настройка, которая касается производственных подразделений. Ну, у нас, например, производственное подразделение цех 99. Вот. И для этого цеха мы с вами должны заполнить склад. Давайте это сделаем. Укажу основной склад. И вот как раз настройка основной склад, это будет та настройка, которая и будет определять заполнение этапов производства. Значит, давайте я сохраню это. И создам полуфабриката. Так, здесь тоже салам. И материалы. Как вы видите, пока у нас материалы, полуфабрикаты, готовые продукции, никак друг от друга не отличаются. Так, давайте написать и закрыть. Ну, и теперь мы, естественно, должны явным образом указать в справочнике номенклатуры, что есть что. Значит, естественно, у нас у древесины будет схема обеспечения материалы. У стола деревянного схема обеспечения будет готовая продукция. обеспечения. Устанавливаем полуфабрикаты. Устанавливаем полуфабрикаты. Ну, все. Вот. Значит, ну вот, теперь, если вы заметили, мы вот как-то явно выделили уже карточки номенклатуры, что вот эти вот четыре позиции у нас являются полуфабрикатами. Значит, к чему это привело? Давайте мы с вами вернемся к диспетчированию этапов. Перейдем в очередь заказов на производство. Удалим этапы. Из вот этого рабочего места, диспетчирования этапов, да, значит, ну, вы в лучшем случае можете отменить проведение, но не удалить. Для удаления, значит, надо работать в очереди производства. Вот, помять на удаление этапа производства. И снова их сформируем. Смотрите, ошибки не выдается. Можем зайти сюда, открыть любой этап производства. И мы видим, что здесь у нас уже начал проставляться склад. Вот, основной склад. Вот, немножечко непонятно, почему древесина так себя повела. Ну, бог с ним. Значит, давайте посмотрим дальше на царгу. Замечательно. Значит, браться она все-таки, брать, она все-таки пытается и складовой. Вот, не очень логичное действие. Ну, сейчас мы к этому... А, нет, это опять о древесине идет речь. Вот тут вот посмотрим. Да, значит, когда речь идет о полуфабрикате, она, естественно, это все берет с основного склада. Ну, что, значит, что еще здесь надо посмотреть? Вот мы сейчас с вами, ну, как бы справились с первым вариантом работы с полуфабрикатами, с созданием этой схемы. Но у нас полуфабрикаты появляются еще в одном месте. Если мы с вами пойдем в формирование планов производства, давайте, значит, я быстренько создам НСЭ, которые для этого необходимы. Я создам сценарий вебинар. Так, и я создам, ну, пускай периодичность месяц. В основном не будем определять. Так, структуру планов. Добавляем новый вид планов. План производства. Изготовление, сборка. Вебинар производства. Ну, значит, здесь не суть. Важно, что у нас будет стоять. Так. Вот. Значит, пожалуй, надо посмотреть. Доб настройки. Описание. Так. Ну, вот, наверное, вот это вот мы с вами поставим. Расчет потребностей в материалах. Вот. Ну, вот, наверное, все, что здесь надо сделать. Хорошо. Значит, записать и закрыть. И давайте мы с вами попробуем создать план производства. Создаем. Сценарий, вебинар. Вебинар производства. Продукция. Добавляем стол деревянный. Так. Количество. Ну, давайте 20. Ну, предположим, он у нас, давайте, в работе. Вот. В принципе, давайте, я утвержден поставлю. В принципе, сейчас у нас должен нормально сработать. Сработать связанные отчеты. Давайте посмотрим потребность в материалах. Не включен расчет плановых потребностей. Давайте посмотрим. Посмотрим. Продукция. Продукция. Добавляем. Подписывайтесь. Постаньте. да нет вроде все включил давайте еще раз проверим расчет плановых потребностей расчет потребностей включен структура плана вебинар производства да нет все правильно давайте я перевыберу на все эти случаи продукция 20 вроде бы все верно так потребность рассчитана видимо где-то нас и протормозили вот и что мы здесь видим вот это вот следствие этого того подхода который у нас был у нас потребность была разузлована до конечной точки то есть у нас все в итоге делается из древесины и когда мы смотрим потребность в материалах мы видим только древесину то есть мы не видим потребность во промежуточных полу фабрикатах конечно мы можем с вами взять и построить но с точки зрения программы никаких полу фабрикатов у нас вот при этой схеме работы не существует это не ошибка так и должно быть значит кроме того давайте с вами посмотрим тут еще видите есть вот такая вот кнопочка запланировать полу фабрикаты полу фабрикатов у нас нету почему программы себя так ведет дело в том что мы сейчас с вами целиком и полностью реализовали режим который предполагает полную разузловку у нас везде стоит производство в процессе я уже сказал что программа у нас реализует тянущий подход к планированию и она развинчивает итоговую потребность до конечной точки она создает все промежуточные этапы связаны с выпуском полу фабрикатов но это не всегда удобно почему потому что если у вас действительно большое производство даже простое закрытие там каждого этапа там на каждый стол который решили собрать там его отдельным документом производить ножки царди ну вы просто закопаетесь во всех этих этапах и естественно на крупных производствах так не делают то есть есть какой-то общий план выпуска ножек общий план изготовления столешниц вот и вот такой явный тянущий подход и применяется и по сути дела это вообще же может в разных цехах быть в одном цехе планирует сборку стола втором цехе планирует производство столешниц у них там свои планы у них там свои заказы на производство и так далее и так далее вот в этом случае работа с полуфабрикатами будет выглядеть следующим образом вернемся к ресурсам спецификации и я сейчас быстренько их поменяю я просто поясню что я буду делать ну а дальше вы уже сказать просто следите за руками я постараюсь это сделать побыстрее я снимаю статус у разработки перехожу так ну это на самом деле менять и не надо тут все правильно да значит давайте со стола деревянного начну снимаю его со статуса действует и материалы способ получения я везде меняю на обеспечивать я говорил что это больше свойственно для материала но на самом деле это в первую очередь сигнал программе что не надо ничего планировать это надо будет взять со склада так статус действует так что то слава богу ну да материалы не поставил сбрасывает полуфабрикат которые там стояли да да кстати говоря здесь наверно вот уже лучше бы ставить не раката поставим полуфабриката так так установание стола тоже меняю установить статус в разработке и здесь у нас тоже будет не произвести а обеспечивать обеспечивать и это у нас тоже будет полуфабриката так вот я поменял в принципе у нас полуфабрикаты тоже есть но работа с программой с ними будет несколько иначе что у нас будет по другому я ничего не буду переделывать единственное что я удалю этапы и попробую создать их еще раз у нас изменилась спецификация следовательно программа должна отреагировать на нее по-другому есть смотрим что у нас получилось мы видим что у нас только один этап конечный сборка стола причем предполагается что мы с основного склада возьмем столешницу и основание стола и итоговый выпустим выпустим тоже на основной склад спрашивается откуда мы можем взять полуфабрикаты данном случае что нам делать дальше как нам добиться того чтобы у нас на вот этом основном складе с которым мы получаем основание столешницу что-то было вот тут нам надо вернуться в склад и доставку настроить исправочники схема обеспечения и вот здесь нам надо будет подправить схему обеспечения полуфабрикатов значит у нас давай сейчас найдем основной склад вот мы должны так не то открыл прошу прощения вот у нас полуфабрикаты значит мы берем основной склад и указываем для основного склада способ обеспечения способ обеспечения у нас да нам надо выбрать собственное производство здесь у нас этого способа обеспечения нету снимаем галочку только используем вот у нас появился записать и закрыть что это нам дало нам это дало одну очень простую вещь сейчас когда у нас сформировался этап по готовой продукции мы можем с вами пойти в производство заказы на производство и попробовать сформировать заказ по потребности значит заказ по потребностям мы указываем склад основной далее далее обратите внимание у нас сейчас фиксируется потребность выпуска основания стола и столешницы идем далее и у нас создается заказ на производство на производство двух позиций вот и с этим заказом на производство мы можем уже работать отдельно то есть производить по отдельному заказу еще и полуфабрикаты преимущество такого подхода состоит в том что в этом случае потребности которые мы можем сформировать несколькими заказами на конечную продукцию здесь будут объединены то есть не будут отдельных этапов под каждый конечный этап вот что еще нам даст такой подход давайте попробуем переформировать план производства так так стоп закроем все откроем план производства который мы с вами создавали отменим его и попробуем провести еще раз потребность в материалах рассчитана и давайте посмотрим как это выглядит разузловки не происходит у нас сразу же производится у нас фиксируется потребность производства полуфабрикатов причем давайте попробуем вот так вот сделать и мы видим что в данном случае программа считает что вот это вот у нас именно полуфабрикат и еще одно давайте попробуем использовать ту функцию которую я вам показал и вы видите что у нас добавился выпуск полуфабрикатов значит у нас не проста его спецификация значит почему это отдельная история вот но сейчас я хочу обратить ваше внимание на то что программа здесь увидела что у нас для производства 20 столов требуется 20 столешниц и 20 оснований вот но тут вот есть одна такая неприятность она и на экзамене кстати говоря по производству возникает ну там можно ручку конечно поправить вот у нас полуфабрикат всегда будет выпускаться в предыдущем периоде поскольку у нас периодичность месяц период был изначально июль программа выпуск полуфабрикатов запланировала в июле вот поэтому тут либо ручками либо надо брать другой разрез то есть брать периодичность не месяц брать там периодичность день в этом случае вот это вот будет выглядеть корректнее но еще раз хочу подчеркнуть что для того чтобы сработало вот добавление автоматическая полуфабрикатов в план обязательным требованием обязательным требованием является вот эта вот настройка то есть программа должна видеть что полуфабрикат у нас на данном складе выпускается путем собственного производства вот это вот имейте пожалуйста в виду так значит ну давайте посмотрю что там с вопросами давайте отмечу так так контрагент способах обеспечения не обязателен но это логично как бы вы можете не указывать контрагента там же есть вот настройка сейчас я покажу так есть настройка вот с несколькими с одним поставщиком можете поставить с несколькими следствие будет только одно у вас заказ будет в недозаполненном виде там не будет стоять поставщик вот когда вы будете заказы поставщику формировать его надо будет заполнить вручную так ну с календарем мы справились как учитываются корректировки плана ну в общем то не совсем понятен вопрос что вы имеете ввиду под корректировками при скользящем планировании ну смотрите если вы запускаете новую версию плана вот она и будет новой она будет работать под настройки вот этой самой новой версии план у нас используется при план фактном анализа план у нас используется при формировании заказов по плану значит если полуфабрикат выпускается под выпуск нескольких готовых изделий и еще пара полуфабрикатов то делать это второе вторым способом да вторым способом как оно потянет за собой изменение этапов производства вы просто формировать будете эти этапы отдельно только и всего плюс минус татьяну вот смотрите здесь существует такая штука да мы когда делали планирование мы с вами давайте я открою сценарий и вид плана мы с вами заполнение плана ставили так сейчас секунду вот видите суммирующие то есть есть что добавить вы просто новый план делаете он добавляется к старому если замечающий но это значит что новая версия она просто перезапишет старую только и всего и можно будет историю посмотреть когда и что менялся так ERP не любит ну да она капризна конечно в этом плане но если мы говорим о плане производства я еще раз подчеркиваю план производства он используется где план фактном анализе и естественно при формировании каких-то связанных планов и при формировании заказов то есть ну что вы в плане поменяете это ваше дело как учитывается корректировки если необходимо добавить срочные изделия добавляйте план добавляйте добавляйте новый план только и всего и все будет соответственно пересчитано вот на самом деле существует более сложная задача по моему вебинар я на эту тему не делал но тянущий и толкающий способ можно с помощью подсистемы планирования объединить объединить так вопросы уже закончились да значит ну тогда еще два момента которые я хочу вам сказать я вот не все вам рассказал наверное из того что касается полуфабрикатов самой да вот кстати говоря первое ну анастасия хотите сделаю вопрос значит по поводу признака антон вот признак вы можете ввести вам никто не запрещает это сделать и на самом деле если вы возьмете и ведете вот этот признак ну давайте я вот здесь вот ввиду так вот если вы ведете признак дополнительный реквизит добавить новый дополнительный реквизит ну я назову роль в производстве и я могу здесь задать соответствующие значения сериал сериал полуфабрикат вот пожалуйста вот задали до реквизит и в этом случае вы явным образом можете действительно задать что это у вас полуфабрикат пожалуйста вот у вас появляется реквизит более того вы можете этот реквизит использовать для формирования сегмента номенклатуры у вас явным образом будет значит какой-то номенклатурный перечень который относится к полуфабрикату вот этот реквизит вы можете использовать для того чтобы значит создать многоярусное планирование да и сделать вот ту разузловку о которой сейчас шла речь силами под системы планирования вот это вот кстати говоря недостаток который мне пришлось закрывать в одном проекте значит разузловка в плане она будет работать только в том случае если мы реализовали первый метод вот тогда у вас действительно можно получить значит раскладку до конечных материалов а если у вас работает второй метод в плане это так просто не получишь и приходится реализовывать такой многоярусной системы планирования когда там сначала создаешь план производства готовой продукции план производства полуфабрикатов но это мы уже сегодня посмотреть не успеем если интересно то давайте запланируем там сказать второй этап еще один вебинар тем более что существует еще одна тонкость еще один вид полуфабрикатов который у нас в производстве существует значит давайте я вам тоже покажу вот обращаю ваше внимание что здесь у нас это было недоступно но вообще-то говоря мы можем что-то получить с этапа то есть полуфабрикат он вообще может существовать как нечто вот такое эфемерное в рамках одной ресурсной спецификации и эфемерное это оно эфемерное но оно будет вполне реально планироваться к производству оно будет лежать на складе по определенной стоимости причем учетной не по рассчитываемой стоимости и потом снова используется производство вот то есть еще такой полуфабрикат существует ну и вот надо уже накапливаться материал для второй серии вот если интересно то соответственно в следующий раз могу это показать да да совершенно верно иван то есть вот я именно так и делал я делал полуфабрикат первого второго третьего уровня соответственно потом формировались планы производства готовой продукции полуфабриката первого уровня полуфабриката второго уровня и в итоге значит план закупок с точки зрения бухучета как разделить выпуск на 43.21 ну здесь с точки зрения бухучета все регулируется вот тем что я показал с самого начала то есть группа финансового учета номенклатуры там и будет соответственно настройка где вы указываете явным образом как именно данную номенклатурную позицию учитывать вот пролеживаемость пролеживаемость хорошо ну давайте попробуем во вторую серию это тоже включить ну с пролеживаемостью там достаточно условная такая вещь настройка пролеживаемости она в основном работает при формировании при втором способе который я сейчас показал при формировании заказа на производство полуфабриката вот это вот пролеживаемость она будет учитываться ну можно рассказать не образ так о чем еще не поговорили о чем еще спросите так ну вроде бы вроде бы на все вопросы ответил брак 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 в производстве ну татьяна да можно но это опять татьяна отдельная тема пожалуйста давайте про брак расскажу там на самом деле действительно сложно потому что вот это вот настройка брака я честно вам скажу я когда значит пытался понять как она вообще работает эта настройка еще она дает вот я там полдня экспериментировал вот пока не добился того что понял как это работает окончательно то есть там они действительно немного намудрили вот ну можно про брак а вот да промежуточный выпуск по фиксированной стоимости это как раз ситуация когда получится тапа там вот как раз идет по фиксированной стоимости но вот здесь надо учитывать что фикси выпуск по фиксированной по фиксированной стоимости он по определению вторичен то есть выпускать вы можете по фиксированной стоимости но все равно что-то должно рассчитываться как бы по фиксированной стоимости это добавление вот, если только там не о приходовании возвратных отходов но это как бы уже совсем какой-то левый вариант, который с планированием не сильно завязывается ба-ба-ба-ба-ба-ба ну да, наверное наверное да вот но к сожалению вы правы, я как раз в текущем проекте в котором я участвую мы вот как раз на это напоролись что экономисты хотят получить цену по фиксированной стоимости вот а ERP как бы не особо это поддерживает либо надо там полностью отказываться от заказного производства автоматического планирования там использовать вот эти вот вторичные документы вот либо либо надо как-то значит смиряться с тем что у нас будут там проводки ERP и проводки бухгалтерии очень сильно различаться сходя сходя из длительности производства ПФ ну хорошо можно попробовать тогда мы уже где-то на два будем на два тянуть на две серии дополнительные давайте давайте ну у нас у меня по графику по-моему было что-то ну хорошо давайте все-таки пока на полуфабрикатах остановимся сказать следующей серии а там будем думать когда количество произведенного полуфабриката отличается от запланированного технология такова что угадать с количеством невозможно да ну ну можно можно значит тоже был была такая задача правда небольшую доработку пришлось сделать вот ну давайте учту и запишу попробую показать как это работает так ну если все давайте тогда завершаться всего доброго приятно было с вами пообщаться так вот вот я вот и Продолжение следует...